Конкурс в Санкт-Петербурге уже прошел, а в Сочи еще можно попасть в сентябре. Россия в третий раз примет крупное всемирное мероприятие, фестиваль молодежи и студентов. Заявки принимают из Приморья. И в гостях нашей студии Николай Селюк. Он возглавляет региональный комитет фестиваля и отбирает тех, кто поедет осенью в Сочи. Николай, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за фестиваль и кого вы там ждете? Здравствуйте. Этот фестиваль, как вы уже сказали правильно, пройдет в славном городе Сочи. В октябре текущего года это будет 19-й всемирный фестиваль молодежи и студентов по счету. Для нашей страны это уже третий такой фестиваль. Предыдущие фестивали были в Советском Союзе. И наша приморская делегация в том числе формируется из наших ребят. Кто же будет туда поедет? Это поедут действительно самые лучшие ребята по 15 категориям. Это и молодые IT-специалисты, и представители некоммерческих организаций. Это молодежь, это волонтеры, это молодые профессионалы. А чем они будут там заниматься? Они будут общаться, они будут с иностранцами общаться, обмениваться опытом, рассказывать, как здесь жить здорово в Приморье. Чем особенно Владивосток, чем особенно их территория с Приморья, откуда они приехали. И, соответственно, будут звать к себе иностранцев. Я так понимаю, желающих-то все равно всегда больше. Какие критерии, какой отбор вы проводите к желающим, которые хотят отправиться в Сочи? Совершенно верно. Желающих огромное количество. На данный момент уже почти 400 заявок у нас есть, а заявочная кампания еще не окончена. И хочется сказать ребятам, кто еще не подал свою заявку, до 1 мая есть шанс подать заявку, соответственно, пройти отбор и по возможности поехать в Сочи. Отбор будет по следующим критериям. Это именно профессионализм. То есть, если молодой человек или девушка заявляет, что я крутой аграрий, хорошо, мы найдем эксперта, мы проверим, насколько это действительно крутой аграрий. И если это правда, то человек, конечно, поедет в Сочи. И так по всем категориям. То есть, отбор будет действительно серьезный. Комиссия уже сформирована. Около 20 человек в той или иной области в данный момент в комиссии. Буквально в понедельник мы это сделали.